И у нас с вами сейчас девайс 3-overlay, правильно? Иван Олейников и Дмитрий Хударев, пожалуйста. Всем привет. Сегодня мы поделимся с вами знаниями об одной интересной технологии, с которой нам приходилось работать в NTC Metrotec. Я занимаюсь разработкой драйверов под Linux. А Дмитрий программист-разработчик под FPGA. Ах, да. Нам интересно, кто сейчас находится в аудитории, чтобы мы могли немного адаптировать материал, где-то больше деталей, где-то меньше. Поднимите руки, кто хоть раз поднимал какую-нибудь Raspberry, BeagleBone, любую игрушку на Linux. Хорошо. Это круто. А кто писал драйверы под Linux? Хотя бы Hello World. Отлично. Сисадмины? Хорошо. Спасибо. Можно начинать. Сперва определимся с областью задач, в которой мы решаем вообще, с какой техникой мы имеем дело. Мы в компании разрабатываем встраиваемые устройства, различные embedded devices. Это приборы для измерения на различных телекоммуникационных каналах. И, как и многие другие встраиваемые устройства, это приборы, у которых не все очевидно с периферией. Ну, как, например, у настольных ПК. И цель нашего доклада – поделиться нашим опытом в решении… Мы разбирались в технологии device 3, применяли ее на практике. И, в общем, совсем так на пальцах – это показать, как без device 3 может быть плохо, как с device 3 может стать хорошо, а как с device 3 может стать вообще замечательно. То есть план доклада такой. Сначала мы опишем проблемы, с которыми мы сталкиваемся, опишем технологии, с которыми мы работаем. Затем возможные решения этих задач. Затем представим device 3 как решение и демонстрацию, как это может нас спасти в некоторых ситуациях. А затем у нас небольшая секция – близ доклад секретного товарища, который желал присоединиться. Итак. Представим, какую информацию вообще ядро должно получать от нас, чтобы оно могло работать на конкретной платформе. Во-первых, это наличие или отсутствие тех или иных устройств. Во-вторых, это модель управления имид. Какой драйвер нужно загружать в системе. Затем идут всевозможные очень важные свойства, такие как адресное пространство. Адреса, по которым это устройство доступно. И номера шин прерываний, по которым устройство отправляет прерывание процессору. И множество других характеристик. Режимы работы и прочее. Логично, что чем более платформа стандартизирована и чем более она общая, тем меньше проблем у нас с этим. Если у нас, например, какой-нибудь бытовой ПК с USB и PCI-код-плагом, то у нас никаких проблем нет, там все автоматически детектится. Девайс 3 находит наибольшее применение в области встраиваемых устройств, где сложно детектировать автоматически различную периферию. Вот рассмотрим пример. Это система на модуле, сокращенно SOM, нашего производства. Здесь находится процессор ARM. Здесь находится память системная. Здесь находится программируемая вентильная матрица FPGA. Мы используем это как вычислительную основу в различных устройствах. Измерители и просто конструкторы. Вот она, вот такая вот маленькая. В модуле заранее ничего неизвестно о том, в каком приборе она окажется и что он получит на ножках общего назначения ввода-вывода. Это может быть LCD-дисплей. Это может быть прибор без LCD-дисплея, но с цифроаналоговыми, аналогоцифровыми преобразователями. И множество другой периферии. Но гораздо интереснее, когда мы имеем дело с FPGA. FPGA это программируемая пользователем вентильная матрица, которая может быть конфигурирована либо на этапе загрузки системы, либо прямо в рантайме. Мы ее можем очень быстро прошивать в течение секунды. Это тысячи, десятки тысяч конфигурируемых рабочих блоков, на которых мы можем строить шины, регистры, что угодно практически. И это действительно как лего, из которого мы быстро собираем, с софтовой точки зрения мы собираем новое железо. И делаем это реально быстро. Вот пример. Сетевой контроллер, пожалуйста, какой-нибудь сопроцессор, который крипталгоритмы ускоряет, и множество других вещей. Более конкретный пример — это система на кристалле. Это когда у нас на одном чипе, на одном кристалле расположен, например, процессор, несколько процессорных ядер и FPGA матрица. Они связаны внутренним интерконнектом. И внутри FPGA можно создать, например, четверть гигабайта адресного пространства, который будет отображаться в памяти системы. И там может быть опять же что угодно, PCI-экспресс контроллеры, там может быть, ну в общем любые наши устройства. И вопрос, а как процессор должен получать оперативно эту информацию о новых устройствах, которые автоматически не обнаружаются? Иван, представить, возможно, решение. Ну, итак, у нас есть наше ядро. Не, меня слышно. Нажми следующий слайд, пожалуйста. Да, у нас есть наше ядро. И в принципе в ядре есть такие вещи, как драйверы, устройства, шины, классы устройств под системы. И ничего не мешает написать свой код и слинковать его с ядром таким образом, чтобы этот код при старте ядра создавал инстансы наших устройств. И передавал этим инстансам параметры устройств. То есть регистры, прерывания и все то, о чем говорил Дмитрий. Да. Это выглядит примерно так. Мы берем из обстрима исходники ядра и при сборке добавляем к ним, линкуем с ними сишный файл, который описывает, то есть создает при старте этого образа ядра нужные устройства. И если у нас, скажем, три платы разных, то для каждой из трех плат нам придется собрать по образу ядра. Да. Ну и в принципе давайте подумаем, что хорошее это решение или плохое. Во-первых, первое неудобство состоит в том, что нам придется пересобирать ядро каждый раз. То есть любое изменение в описании аппаратуры потребует пересборки ядра. Для каждой отдельной платы нужно собирать свое ядро. То есть выходит изменение в ядре, мы пересобираем ядро для всех плат. И также человек, который будет заниматься описанием аппаратуры, должен разбираться в программировании под ядро. То есть он прям пишет настоящий императивный код, который пошагово идет и выполняет действия по созданию новых устройств в системе. То есть, не знаю, какой-нибудь программист под FPGA, который создал новую аппаратуру у себя в FPGA и хочет теперь, чтобы ядро с этой аппаратурой работало, должен будет изучить программирование под ядро. Да, второе возможное решение. На самом деле мы не предлагаем это решение и всерьез его не рассматриваем. Просто мы несколько раз проводили тестовые прогоны этого доклада. И в этих тестовых прогонах некоторые юзер-спейсные ребята предлагали, а давайте мы просто, я буду руками загружать в ядро модуль и ему указывать, какие устройства должен создать этот драйвер со всеми параметрами. Да, это действительно, это нарушает как раз таки вот эту модель устройств в Linux Device Model. По крайней мере, так как я ее понимаю, эта штука говорит, что драйвер это такая сущность, которая готова обслуживать устройства. Она ничего не знает о том, какие там есть устройства. Созданием устройств и детектированием занимаются обычно драйверы шин. Ну и в принципе это решение, оно очень сложное, нужно много избыточного кода во все драйверы запихать. И еще у юзер-спейса, ну то есть в этом случае пользователь из юзер-спейса будет указывать модулю ядра, а вместе с ним и драйверу, который в нем, какие устройства есть. Но иногда для описания устройств нужно ссылаться на другие устройства. То есть можно, например, сказать какому-то устройству, где находится его контроллер прерывания, чтобы он его настроил соответствующим образом, может быть сказать, на какой шине он находится, это устройство. И у юзер-спейса нет средств для того, чтобы хорошо ссылаться на внутренние сущности и структуры в ядре. Ну и интерфейс это просто боль. Вы только представьте себе, если мы создаем, хотим 10 инстансов устройств, обслуживаемых одним драйвером, нам пришлось бы просто огромную, сложную и корявую строчку передавать в параметрах. Просто не воспринимайте это серьезно. Наконец, что такое девайс 3? Говоря очень поверхностно, очень мимолетный взгляд, это конфиг. Это просто конфиг, которым собрано воедино описание всей платформы, начиная от корня процессора в памяти и заканчивая последней там ножкой нашей. Стандарт девайс 3 определяет формат этого самого конфига. По сути это просто язык разметочки такой простой и реально удобный, с которым приятно иметь дело. Также он определяет формат бинарного файла, который потом мы скармливаем нашей операционной системе. Загрузчик скармливает и ядро читает, получает оттуда всю эту информацию. Он называется девайс 3 блоб. Также на слуху может быть название flatnet девайс 3. Это по сути одно и то же. На основе этого в ядре было создано много всяких функций, всяких средств по извлечению информации из девайс 3 блоб, по ее обработке и даже транслированию в юзер спейс через специальные директории. В девайс 3, в синтаксисе девайс 3, минимум, совершенно минимум базовых элементов, всего две сущности есть, с которыми мы работаем. Это узлы и свойства. Один узел представляет одно конкретное устройство, с которым мы ими делаем. Каждый узел может иметь неограниченное множество дочерних узлов, а также свойств. Свойства — это просто пара ключ-значения, то есть имя, и в определенном формате, ограниченным стандартом, какое-то значение, которое мы передаем. Свойства, почти все свойства, которые мы используем, они стандартные, они описаны в стандарте. Это, например, такие важные, как модель управления драйвером, то есть по сути имя драйвера. Это такие важные, как адресное пространство, номера прерываний, просто факт наличия устройства, его доступность там включен-выключен и так далее. И это очень интуитивно и действительно похоже на дерево. То есть вот корневая нода, с которой все начинается, у нее есть набор свойств и набор дочерних узлов. Узлы тоже, естественно, бывают стандартные, жестко зафиксированные стандартом. Такие, например, как CPUs, memory и прочее. Когда у нас есть такое зафиксированное описание узла, это называется бандинг. Но об этом я еще скажу тоже. И вот так оно постепенно разрастается. У каждого узла появляется дочерний узел. Там в текстики это просто фигурные скобочки берется. Вот, как видно из рисунка, у контроллера прерываний и памяти дочерних нод нет. Зато их очень много у узла сок. Там их в десятке. И у каждой своей. Далее для тех, кто хочет углубиться в девайс 3, можно посоветовать следующие источники. Во-первых, это спецификация на девайс 3.org. Затем это документация в ядре. Здесь есть самый общий документ usage model. И есть папочка bindings, где описаны все стандартные узлы вроде той же I2C шины и прочее. Там много всяких моделей уже готовых. Не надо ничего придумывать. Как же это все снаружи выглядит? С чем мы имеем дело? Во-первых, мы имеем дело с файлами синтаксиса device3.source для каждой платформы. Это файл там в несколько сотен строчек, довольно небольшой, который компилируется в device3.blog за мгновение. Также вместе с исходником ядра поставляется компилятор device3.source в device3.blog. Он находится в скриптс DTC. Также уже множество платформ имеют уже готовые файлы device3.source, поставляемые вместе с ядром. Их число постоянно растет. Сейчас их, например, в платформах на ARM, их число уже приближается к DOOM 1000. Итак, какую пользу это нам дает? Во-первых, теперь нам не нужно сопровождать по ядру отдельно для каждого прибора. У нас есть один образ, и у нас есть много, ну несколько, по одному на каждый прибор файлов с записанием нашей платформы. Также можно там создавать include файлы и для каждого прибора ввести маленький совершенно файлик с изменениями, куда мы подключаем общий, на всю линейку приборов. Второе большое преимущество в том, что с этим могут работать инженеры, которые не специализируются на сборке ядра, которые не специализируются на описание драйверов. Например, я разработчик под FPGA, я, допустим, не знаю, как писать драйвера и как конфигурировать ядро. Я поменял в FPGA один контроллер прямого доступа к памяти на другой, и у меня изменился номер прерывания на шине, то есть с 28 по 29. И мне не нужно залезать, копаться в ядре, допускать ошибки. Мне нужно просто открыть device 3 source файл и заменить 28 на 29. И все. Пересобрать, перезагрузиться и готово. Ну и вот вкратце. Множество устройств, один образ ядра, описание, единое стандартизированное описание, формат передачи параметров. Не надо ничего придумать, изобретать. Все собрано в одном месте, удобно и надежно. Какие проблемы остались нерешенными до сих пор, Иван? Да. Можно следующий слайд? Прошу прощения. Итак, сейчас мы осознали, что если инженеры разработали для вас плату, установили на нее процессор, FPGA, периферию, и вот просто отдали ее вам в руки, то для того, чтобы поднять на ней Linux, вам не придется, скорее всего, программировать под ядро. Вы просто находите в исходниках ядра, обычно там все есть, драйверы для периферии, которые на вашей плате находятся, описываете в девайс 3, вот буквально открываете схему своей платы и переводите ее в девайс 3. Раз и все работает. Итак, девайс 3 отлично подходит для описания периферии, которая напаяна на чип. Процессоров, ну просто потому, что сами они не детектятся. Памяти и устройств в машинах, которые не поддерживают автоматическое обнаружение, вроде I2C, SPI и так далее. Следующий слайд. Ну, а что делать с устройствами, которые могут появляться и исчезать часто? В принципе, да, пример такого устройства, это FPGA из System on Chip. Это та картинка, которую вы уже видели. В этом примере на нашей плате есть FPGA. FPGA может быть перепрограммирован очень часто и в ней появляются новые устройства. Вот буквально 2 секунды и старые устройства исчезли, появились новые. Нужно каким-то образом доносить до ядра эту информацию. Мы хотим, чтобы эти устройства стали доступны для юзерспейса. Если в FPGA появился Ethernet контроллер, то мы хотим, чтобы в выводе команды ifconfig пользователь увидел его. То есть нужно загрузить драйверы и сказать им, что за устройство и где они. И то же самое со всеми остальными. В принципе, мы могли бы просто изменить device3 source, пересобрать его в device3 blob и перезагрузиться. Но иногда это может быть плохо и неудобно. Например, представим. Опять же, та же самая System on Chip, в которой есть FPGA и CPU. Они на одном чипе. Допустим, в нашем примере в FPGA реализованы два устройства. Первое — это сетевое устройство, которое независимо от CPU просто гонит трафик через два Ethernet-трансивера. То есть, может быть, он фильтрует, какие-то правила применяет, может быть, какое-то туннелирование делает. Не важно. В общем, эта штука обслуживает сеть. Может быть, она настраивается из CPU, может быть, нет. Это не так важно. Второе устройство в FPGA — это вспомогательный процессор или не обязательно процессор, в принципе, устройство для шифрования, например, по алгоритму DES. В то же время на CPU под Linux в юзерспейсе у нас крутится программа OpenSSL. OpenSSL, они умеют подключать к себе разные библиотеки, написанные сторонними людьми, для шифрования. То есть, в принципе, можно скормить OpenSSL специальные параметры таким образом, чтобы он не шифровал данные на CPU, а кидал их в наши библиотеки, и наша библиотека будет скармливать их в FPGA, вот в то самое DES CryptoDevice. Эта штука будет зашифровывать либо расшифровывать данные и отдавать обратно в CPU. Это круто, потому что мы, например, работаем на платформе ARM, и во встраиваемых системах процессоры обычно не такие мощные. Но что если, к примеру, пользователь пошифровал через OpenSSL по алгоритму DES, и теперь хочет AS, то есть, и он хочет ускорять это шифрование точно так же через FPGA. В этом случае пришлось бы переконфигурировать FPGA, таким образом, чтобы вместо DES CryptoDevice появился AS, ну, просто другой алгоритм, другое устройство. Опять же, нужно сообщить ядру о том, что у него другое устройство. У этого устройства могут быть совсем другие параметры. То есть, в юзерфейсе должно пропасть первое устройство, появится второе в процессе. Самое простое, опять же, то решение, которое мы уже рассматривали, это перезагрузиться. Переписать девайс 3-блоб и перезагрузиться. Но в этом случае перезагрузка заставит переконфигурировать весь FPGA. И сетевое устройство на некоторое время перестанет работать. И трафик по сети перестанет бежать. И пользователи будут судорожно нажимать на F5 в браузере. Некоторые чипы FPGA бывают настолько умными, что позволяют частично реконфигурировать, частично реконфигурироваться. Такие FPGA делятся на разные разделы, партиции, если так нравится. И каждый из таких разделов может быть переконфигурирован независимо от другого. То есть, вот пример, когда нам нужно переконфигурировать FPGA, рассказать ядру об этих изменениях и сделать это так, чтобы сделать это без перезагрузки. Можно следующий слайд? Да. Ну и в принципе, девайс 3… Еще. Да. Девайс 3 оверлей – это как раз-таки та самая штука, которая позволяет нам изменять девайс 3, не перезагружаясь. На самом деле, девайс 3 могут изменяться в рантайме уже намного дольше, чем существует оверлей. Но эти изменения были доступны только как функции API в ядре. И изменения были деструктивными, то есть неотменяемыми. Девайс 3 оверлей – это такая штука, которая позволяет накладывать изменения как бы такими патчами друг на друга на основное девайс 3, с которого мы загрузились. Выглядит это примерно вот так. Если мы загрузились с основного девайс 3, в какой-то момент мы можем наложить на это девайс 3 набор изменений, которые мы будем называть слоем оверлея. Каждый из оверлеев состоит из нескольких фрагментов, одного или более. Каждый фрагмент – это какое-то простейшее изменение, которое применяется к одной из вершин в девайс 3. После применения этого оверлея представление ядра обустройства перейдет вот в такое состояние. Можно наложить еще один оверлей, и оно перейдет в новое состояние. Они могут накладываться друг на друга. Точно так же оверлеи можно отменять с вершины этого стека. Вот простой пример. Допустим, у нас есть корневая вершина, узел, нода, как угодно, у которой есть дочерняя вершина I2C-адаптер и вершина FPGA. На I2C-адаптере висит GPO-expander. В нашем примере у FPGA есть два свойства. Первое – это REC. Это стандартное свойство, которым принято описывать адреса устройства. Какие угодно адреса. Может быть, адреса на шине, адреса в памяти, все что угодно. В нашем примере, допустим, это адреса регистров, через которые конфигурируется FPGA. Второе свойство – это фармвейер, который указывает путь к прошивке FPGA, которой нужно ее сконфигурировать. И у вершины FPGA нет никаких дочерних вершин. Да. В нашем примере мы изменили свойства фармвейер и добавили… То есть, применением оверлея мы добавили вершину Ethernet-адаптер. То есть, в файл 2 RBF лежит прошивка, которая реализует в FPGA новый Ethernet-адаптер. И таким образом, вот это приведет к появлению в выводе и в конфиг у пользователя нового сетевого контроллера. Дальше, пожалуйста. Да. Давайте подведем итог. Device 3 Overlay – это штука, ну, если кому-то интересно, то ее можно контролировать через Config.FS. Это виртуальная файловая система, как сисфс, просфс и так далее. Из драйвера предоставляется API ядра. Большинство драйверов, которые написаны уже под обычный Device 3 без оверлеев, они продолжат работать и с оверлеями. И изменения, которые применяет оверлей, они могут быть очень сложными. Там можно описывать условия, какие-то вот примитивы, императивные и так далее. И делать ссылки. Ну и да, в принципе, давайте подведем итог. Без Device 3 нам было просто ужасно больно. Мы создавали устройство руками, компилировали ядро каждый раз, просто по малейшему чиху, и было действительно больно. С появлением Device 3 мы смогли создать один образ ядра для всех устройств, для всех своих плат. Одинаковое описание для всех устройств. Ну и в принципе, единственный недостаток, что приходится перезагружаться. Device 3 оверлей побеждает просто все. Не нужно перезагружаться, иногда даже не нужно править DTS пользователя. Он просто накидывает оверлей, предоставленный производителем. Давай теперь перезавим товарища. Да, у нас, наверное, все. Теперь поприветствуйте нашего гостя. Он сам о себе расскажет и о том, о чем он будет говорить. Спасибо ребятам за предоставленную возможность. Дело в том, что мой доклад, он очень тесно связан. Вы сейчас это увидите. Я постараюсь делать Blitz. Вопросы вы ребятам зададите потом. Мне вопросы задавать не надо в кулуарах. Потом обсудим все вопросы в кулуарах. И хотел бы еще поблагодарить компанию Virtuosa, благодаря которой я здесь оказался. У меня не Intel здесь написано. Спасибо. В общем, хочу я рассказать. Ребята очень хорошо рассказали про девайс 3. Что же происходит в мире… Дальше можно листануть еще. Что же в мире ECPI происходит? И почему про ECPI? Дело в том, что помимо ARM мы знаем, что есть еще x86. В x86 исторически сложилось так, что мы работаем с ECPI. И тут неожиданно эффект Raspberry Pi привел к тому, что захотелось и Intel тоже попасть на рынок, когда каждый может попробовать борду какую-то, что-то может к ней присоединить, сенсоры какие-то, еще что-то поиграться. Ну и это продвижение, понятно, и чипов, и продвижение устройств на процессорах Intel. Вот. Ну в частности мы вот видим то, что Intel сделал такие вот борды. Кто-то может быть уже с ними игрался. Можно следующий. Ну вот еще там списочек дополнительный. Еще такие есть. Дальше можно. Это Minowboard. Кто-то уже может видел или слышал про нее дальше. Вот. И, соответственно, у нас есть сенсоры, множество сенсоров, которые подключаются в IoT. Стандартные классические шины, то есть SPI, S4C. Ребята, опять же, вот рассказывали про девайс 3, что там это очень удобно описывать. Вот. В ACPI, к сожалению, такой возможности, вот прямо чтобы все и сразу нету. Было какой-то набор фиксированных устройств. Ну понятно, рассчитано было это все на коробку. Вы покупаете либо готовый компьютер, в котором уже все известно, либо вы покупаете ноутбук, в котором уже поменять практически ничего невозможно. Ну и в таком духе дальше. Соответственно, вот возникает у нас проблема. Можно дальше? Следующий слайд. Поставка вот информации, собственно, об устройствах. У нас три способа в ядре существует этой поставки. Об одном уже вы слышали только что доклад. Это то, что называется open firmware интерфейс. Второе – ACPI. Это то, о чем мы сейчас поговорим. И третье – платформ-код. Это старое наследие, от которого сейчас… На самом деле, та штука, о которой мы говорили, когда вы в сишном коде описываете свои устройства, это как раз-таки тот самый платформ-код, если я не ошибаюсь. Да, да, да. Это именно то, от чего избавляется, и когда Linus Torvalds дал пинок товарищам из ARM, и как раз они тогда начали развивать девайс 3. Вот open firmware интерфейс существовал раньше. Если у вас когда-то был, например, макбук на PowerPC, там open firmware, там девайс 3. Кто этого раньше не знал. Дальше мы… Вот. Соответственно, так. Это дальше про листы. А все? Там кнопка уже одна. Нет, батарейка. Раз-два. Нет, кнопка. Вот. Собственно, ACPI, да. Как я уже сказал, это исторически сложившийся интерфейс для x86 платформ. Вот. Все у него внутри захархожено в firmware. Вот. И, соответственно, ну, он до сих пор, тем не менее, это все развивается. Ну, по понятным причинам x86 платформ развивается. Вот. Соответственно, у нас возникает вопрос. А как вот только что в объясненном девайс 3 все так круто, мы загружаем, тут ронтаем, аж даже ронтаем. Все вообще прекрасно, меняем устройство там и там удобное. Можно ли сделать такое в ACPI? Если можно, то как? Давайте рассмотрим, что у нас появилось, ну, относительно недавних перспективах. А именно, какие особенности спецификации ACPI и ядра. Спецификация ACPI Revision 5.1. Она примерно двухлетней давности, если я не ошибаюсь, 14-й год. Вот. Ну, как видите, движение в сторону ARM. Если вы помните, ARM 64 выбрали ACPI для поставки. Ну, девайс 3 и ACPI в том числе. Поэтому они тоже с этим связаны. И, в частности, комитет по разработке ACPI спецификации, он вставил туда то, что нужно ARMу. Вот. Нас же интересует следующий слойт. Вот самая последняя штучка. Это, собственно, вот то вот самое описание характеристик устройств, о котором вы слышали в девайс 3. Но только в ACPI, таблицы на языке AML. И, соответственно, оно позволяет что сделать? Позволяет дописать любую характеристику устройства. Например, вы хотите там в шину данных устройств сказать, чего нет в ACPI спецификации, до этого не было, в принципе, 5.0. Или там еще какие-то параметры, особенности устройства конкретного. Теперь это все можно сделать. Дальше можно. Вот. На самом деле такая возможность в некотором смысле существовала раньше до ядер 4.7. Загружать вот такие вот вещи в ACPI. То есть полностью таблицу перекомпилировать. И загружать полностью новую таблицу. Сейчас вот в новом ядре появилась такая особенность, которая позволяет загружать маленькие кусочки именно. Как бы апгрейд делать. Вот как раз вот девайс 3 вы видели во второй колонке, когда мы можем загружать вот эти вот кусочки поверх фрагмента и все время как-то изменять таблички устройств описания. Дальше. Ну вот очень кратенько это как вот выглядит в ACPI таблице описание SPI. Это необходимые параметры. Дальше. Это как оно выглядит на языке ESL, ML. Ну да. ESL это source, ML это то, что получается после компиляции. Дальше. А вот это вот, собственно, представление параметров вот тех вот самых свойств. Вы, ну просто оно вот как один в один в девайс 3, видите. Мы описываем так же, мы описываем строчку, с чем мы совместимы. Мы описываем какие-то вот property. Ну в данном случае это контроллер E-Promo. Смысл всего этого упражнения заключается в том, зачем в ACPI это все нужно вообще. Смысл заключается в том, чтобы не переписывать драйвера, чтобы человек вообще даже не трогал код, и чтобы драйвера написанные под девайс 3 работали точно так же на x86 платформах. Дальше. Это была демо, которая в видео, но мы его не будем смотреть. Дальше. Собственно, появилось это, я хочу сказать, что здесь, я знаю, точно присутствуют люди, видевшие эту презентацию, предыдущую версию. Вот. Это обновление этой презентации. То есть за последнее время мой коллега занимается разработкой как раз… Похоже, так и батарейка. Спасибо. Спасибо. Мой коллега занимается как раз вот разработкой вот этого вот слоя под YOKTA дистрибутив для того, чтобы пользователь очень просто мог собрать себе имидж, который загружается на какой-то борде с подключенным им устройством, SPI, там, сенсором, или I2C, или GPIO линиями, или еще чем-то. И правильно с мультиплексированными линиями. Собственно, вот тут краткое изложение, вот там вот есть линк вверху, там есть Redmi файл, вы можете почитать, посмотреть это все более подробно, вот, и, да, ну, в общем, поддерживаемые борды, вот четыре сейчас. Можно следующий слайд. Вот, собственно, запустить надо две строчки, чтобы получить имидж. Вот так вы в конфиге две строчки напишите, что вы хотите, и две строчки запускаете. И вы получаете имидж, который загружается на борде. Ну, тут это со старой презентацией, собственно, вот ответы на большинство вопросов, это вот в этом слое мета и CPI находится, то есть там можно примеры посмотреть, можно посмотреть, как это все сделано. Количество всяких поддерживаемых плат будет расширяться. Спасибо. Еще раз спасибо ребятам за предоставленную возможность. Спасибо. Что, как у нас дела с вопросами? Секунду. Спасибо за доклад. По поводу портирования связи бута и имиджа, то есть где нужно поменять все для конкретной платы, для порда. Вы там в самом начале вроде кратенько об этом обозначали. Скажем, бут загружается, да, а имидж застревает. То есть, видимо, там где-то еще необходимо в исходниках для платы подправлять уже загрузку и настройку платы конкретно. Если я правильно понял ваш вопрос, вас интересует то, каким образом загрузчик передает всю эту информацию ядру и какая информация ему нужна для того, чтобы подняться. Я правильно понял? Загрузчик, ну, мы, например, используем убут. Его, наверное, все используют на ARM. У него есть файл конфигурации. Если вы у себя на персональном компьютере настраивали граб, то вы, наверное, описывали там в конфигурации, какие у вас пункты в меню, где лежат образы и так далее, где init.rd. Вот. У бута есть похожая вещь. Там можно прописать аналогичным образом, как у граба, путь к девайс 3, который нужно скормить ядру при загрузке. Как бы, у бута он умный, он умеет очень много всего, он умеет работать с сетью, он умеет прошивать FPGA, и для него не так сложно правильно поместить в память ядро и правильно поместить рядом с ним девайс 3, а ядро знает, где его брать. В ядре я не слишком хорошо знаком с процессом именно загрузки и парсинга всего этого, но полагаю, что есть какой-то кусок кода в ядре, который всегда может стартовать. Он, опять же, вычитывает требуемые для себя из девайс 3 свойства, то есть, опять же, сколько там процессоров, какая память и все эти вещи, хотя большая часть аппаратуры уже сконфигурирована у бутом. И у бут умеет изменять девайс 3. То есть он может там динамически что-то продетектировать в зависимости от конкретной платформы и описать эти вещи в девайс 3. Я не знаю, ответил ли я на ваш вопрос. Спасибо. Еще один вопросик. Спасибо за доклад. У меня просто вопрос. А скрип, пожалуйста, вы только добавляете, но в девайс 3 изменяете или удаляете тоже? Удалять тоже можно, но на самом деле, в принципе, у девайс 3 и у оверлейф у них такой магически не до конца понятный синтаксис. То есть это для меня напоминает немножко shell скриптинг. Вот просто такая дикая штука. Она может удалять вершины. Либо как бы в ядре есть такая договоренность, что если вы у какой-то вершины свойство статус, в свойство статус напишите значение disabled, то ее она будет просто игнорировать. Самый простой способ это это. И можно полностью удалить вершину. Да, это тоже можно. У нас еще один вопрос. Пожалуйста. Ну, во-первых, хотелось бы конкретнее узнать про то, как все-таки опыт взаимодействия с девайс 3, но я думаю, это можно потом все-таки. Просто любопытно. Эти оверлей, они могут накладываться бесконечно, пока память не кончится? О каких-то ограничениях мне неизвестно. То есть вообще можно забить или уронить систему? Есть интересное свойство у этой штуки. Когда вы накладываете оверлей, который создает новые вершины. Так, у каждой вершины у девайс 3 есть свой идентификатор. Просто число. И когда вы накладываете новый оверлей, его идентификаторы новых вершин принимают значение больше, то есть минимальные свободные значения. И просто читая код в девайс 3, я заметил одно интересное свойство. У них айдишник вершины, который в шестнадцатичном виде как deadbiff выглядит. Он имеет какое-то магическое значение, и они его как-то по-особенному интерпретируют. Я не помню это то ли… Не буду врать, не помню что, но в общем возможно там будут какие-то проблемы, если вы сделаете их прям очень много. Еще вопросы? Так, что у нас еще с вопросами? У меня, кстати, был вопрос по поводу все-таки совместимости с оверлеями. Прозвучала интересная фраза насчет того, что большинство драйверов вообще ничего не заметят. Да. На самом деле большинство драйверов… Ну то есть хорошо, не будем говорить про большинство. Часто девайс 3 используется для описания специального типа устройств, которые называются платформ девайс. Это устройства, которые не находятся на какой-то определенной шине. То есть это описание устройств, которые прямо на чипе. И обычно вот эти вот… Ну при наложении оверлея на девайс 3 просто код ядра дергает notification chain. И все, кто на него подписаны… Notification chain – это способ доставки каких-то сообщений, уведомлений о чем-то. И все куски ядра, которые подписаны на него, получают об этом уведомление. Они получают уведомление прямо перед тем, как оверлей будет наложен, в момент наложения, прямо после него. И там, кажется, 4 стадии разных. И обычно на вот эти вот оповещения реагирует драйвер шины. То есть есть такая штука, как SimpleBus. SimpleBus – это описание в девайс 3 как раз-таки нескольких таких платформ девайсов. Ну то есть это такая псевдошина, на которой висят платформ девайсы. Такие штуки, которые напаяны на плату. И, к примеру, SimpleBus реагирует на изменение девайс 3 следующим образом. Она просто смотрит, если у какого-то из устройств на этой SimpleBus изменились какие-то свойства, то она просто удаляет устройство, позволяет измениться девайс 3 и снова добавляет это устройство. То есть для драйвера устройства, если он не обрабатывает это каким-то дополнительным образом, это будет выглядеть, как просто его устройство пропало и появилось снова. Но можно сделать умнее, если вы не хотите, чтобы ваше устройство пропадало, вы хотите просто изменять его параметры, вы можете сами подписываться на этот notification chain и реагировать как хотите. Ну что, если у нас на этом вопросы… Нет, прошу. Один короткий вопрос. А интерконект между FPGA и, собственно, CPU, какой у вас там? Такая шина. Там Эмба. У меня на самом деле к вам вопрос. Да. Еще один. Я не до конца понял, у вас в слайдах было упоминание того, что, если я правильно понимаю, что будет какая-то совместимость между ACPI и девайс 3. То есть было сказано, что есть какие-то драйверы, написанные для работы с девайс 3, они смогут с ACPI. Да-да-да, дело в том, что то, что мы сделали, наша команда, это называется сейчас в ядре unified device properties. То есть вот эти все коллбеки, не коллбеки, точнее, а коллы, которые ОФ, магическая. Коллы, которые ОФ, open firmware назывались, они теперь все называются девайс, подчеркивание, пропорти и так далее. И они позволяют брать, собственно, сейчас, почему unified, они позволяют вот эти пропорти брать либо из девайс 3, либо из CPI, вот эти DSD метод, либо из платформ-кода, которые тоже там можно выделать точно так же. То есть вы можете описывать, там есть специальные структуры данных, property set и так называемые. Вы можете эти же пропорти там описать, прямо захардкодить. И это для драйвера будет прозрачно. Он не будет знать вообще, кто источник этих данных. Это интересно. А опять же еще вопрос. Насколько все плохо с девайс 3 на x86? На самом деле некоторые люди не знают. Несколько платформ было выпущено на x86 с девайс 3, в частности OLPC. А насколько плохо, а смысла нет в девайс 3. Нет, нету, потому что ACPI это гораздо больше, чем девайс 3. На этой флеймообразующей ноте у меня появилось интересное сообщение. Обед приближается по графику. Поэтому предлагаю поблагодарить докладчиков и пустить их... Обсудить, кто круче в таком тесном и плотном между собойчике может быть за едой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!